Привет, мой друг! Меня зовут Давыденко Олег, и в этом видео, как обычно, я расскажу, что же я продал на ebay. Ну, передо мной, ребята, предметы, которые я продал на ebay. И, конечно же, я не зря вот это вот одел авиационный шлем, который я тоже продал на ebay. Он у меня лежит не очень долго, но, тем не менее, уже, наверное, я его осенью приобрел. Он у меня лежит, и сейчас я в своем магазине стал делать определенные скидки по разным позициям. И в том числе он тоже попал под скидки 30%, он у меня стоял 80 долларов. И в конечном счете человек получил 24 доллара скидку, и того 56 долларов. Ну, он успешно оплатил, и плюс доставка. В общем, этот шлем был продан за 56 долларов. Тут 56 размер, он мне жмет, поэтому я с него и начал свою беседу. Самое интересное, что он продался в Тайвань. Я никогда в Тайвань не отправлял, не знаю, даже не знаю, как это будет все проходить. Но, тем не менее, думаю, все будет хорошо. Я его буду отправлять мелким пакетом, поэтому полетит авиа. Ну, и посмотрим, когда он прилетит в комментариях. Пишите, если вам будет интересно. Я вам скажу, за сколько времени он доберется до Тайваня. Дальше, ребята, что я продал. Так, ребята, следующее, что я продал, это вот такую вот материнскую плату Soki 370. Вот такая вот, ребята, плата. Она была продана за 30 долларов в Испанию. Soki 370, Симы Оперативка, AGP Вход, Asus. Ну, такая вот плата где-то, наверное, 2001 года. Особо по ней рассказывать нечего, но точно так же получилась 30% скидка. И того получилось там 32 доллара. Человек оплатил. Даже получилось, получилось там чуть-чуть больше, но человек еще снизил цену. Там, да, около 40 долларов была, 42 доллара была со скидкой. Человек предложил 32, я стал с ним переписываться, он не согласился. Ну, в общем, я принял это предложение 32 доллара. Думаю, буду продавать. Сейчас я буду стараться побольше продавать. Вот такая стопка книг, ребята, лежит тоже неспроста. Она тут у меня стоит, тоже была продана. В общем, девушка из США начала смотреть мои скидочки и начала мне предлагать, ну, сильно, скажем так, рубить скидки. Ей были недостаточно. Я смотрю, она там по 5 книжек, 6 какие-то я стал принимать, какие-то ей делал встречные предложения. Ну, в общем, она вот купила вот такую стопку книг. Сейчас я вам вкратце расскажу, что за книги она выбрала и расскажу, что она за это заплатила. Вот такая вот книжка «Учить вязать крючком». Ну, понятно, женская книга, и она как раз себе ее взяла. Следующая книга вот такая «Русский язык. Правила и упражнения. Дидактические материалы по русскому языку за 6 класс. «Русский язык. Третий класс. Решение задач по математике». Вот такую книжку она выбрала Игорь Тальков. «Песни-стихи». Дальше «Кубанские разносолы». «Наш край. Уроки истории». Ну, вот, в принципе, вот так она начала выбирать, выбирать. Один раз выбрала, не оплатила. Я ей стал писать, вы будете, да, я буду, я жду зарплату. Я говорю, хорошо, я подожду. Она вначале 10 книг выбрала, потом еще, когда зарплату получила. Ну, я думаю, ладно, выбирай, так уж и быть. Потом она выбрала «Квасы, напитки, брожение, меды». Значит, методика пунктуации 50-го года, книжка «Русские народные песни», «Печи, камины». Это что у нас были сказания за 57-й год. Ну, в общем, детская книга «Математика 5-6 класс», «Русский язык 5-й класс», «Сборник упражнений по русскому языку», «Былины народные», «Русские» тоже она купила. «Русский язык 6-й класс» и «Русский язык 1-й класс». Тут также еще попалась ей «Хрестоматия». И вот еще «Русские народные песни», «Золотой ус». И вот такая вот книжка. Тут я еще с ней торговался. Говорю, ну, сильно дешево не могу ее продавать. Самоучитель игры на седмиструнной гитаре. Ну, такие, ребята, книжки она выбрала. Да, в принципе, тут, в общем, расклад такой, что она где-то тут... Вот «Золотой ус», например, она купила за 3 доллара, а сборник на гитаре за 10. Что-то за 3, что-то за 4, что-то за 5, что-то за 7, что-то за 10. Ну, вот, в принципе, вот так. Наверное, в общей сложности тут около 110 долларов. Там еще плюс доставка. Ну, в общем, порядка-порядка 200 долларов человека платил за вот эту стопку книг. И по моим меркам это очень дешево. Я продаю гораздо дороже. По 3, по 5 долларов, по 7 я не продаю книги. Ну, за счет того, что на оптовый покупатель столько решила купить. И я сейчас делаю скидки. Хочу побольше продать товара, ну, чтобы в магазин, опять же, закинуть что-то новое. И вот сейчас я по многим позициям делаю скидки. И в дальнейшем буду делать еще скидки. То же самое я еще, ребята, продал вот такую вот сетку. Тоже эта девушка ее купила, не помню, за 4 доллара, что ли. Это, кстати, к этому же чеку, это сюда прилагается. Вот такие, ребята, мои продажи на сегодня. Стопка книг. Это целая посылка пойдет. Это будет у нас материнская плата. Продана в Испанию. И Тайвань. Тайвань, Испания, США. Вот такие, ребята, мои продажи. Вопросы будут задавать. И до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин